Вусинский глава КОМИ Вячеслав Гайзер и президент компании «Лукоил» Вагит Олегперов подписали дополнение к соглашению о сотрудничестве между компанией и правительством региона. В соответствии с документом стороны намерены совместно развивать минерально-сырьевую базу, увеличивать приток инвестиций в регион и извлекать дополнительные доходы в республиканский бюджет. Сама главная, наверное, приоритетная задача, она неизменно остается для республики, это развитие экономики республики. А в этой связи присутствие работы компании «Лукоил», как, наверное, одной из самых важных основ экономики республики, она, конечно, имеет главенствующее значение. И поэтому вот та работа, которая ежегодно проводится, системная вместе с компанией, по тому, как выглядят производственные планы «Лукоил», а значит планы развития экономики, одного из столпов экономики республики, конечно, для республики это очень важно. Правительство региона намерено оказать содействие компании в передаче органам местного самоуправления коммунальных сетей, социальных объектов и автодорог. В свою очередь «Лукоил» намерен в текущем году обеспечить на территории Коми уровень добычи нефти в объеме не менее 9 миллионов тонн и добычу газа в объеме не менее 600 миллионов кубических метров, благодаря чему и увеличит приток инвестиций. Вот последние годы у нас отношения стали выстраиваться на основе взаимного уважения и взаимного доверия. Самое главное в наших отношениях сегодня и главой республики, и с правительством республики Коми, это предсказуемость наших действий, не только на текущий год, но и на ближайшую перспективу, что дает возможность компании принимать инвестиционные решения, крупнейшие инвестиционные решения. В этом году инвестиции компании в республике составят 57 миллиардов рублей. Кроме этого, на территории Коми компания намерена открывать новые производства, с учетом потребности населения в товарах и услугах. Это создаст новые рабочие места, на которые Лукоил примет около 100 молодых специалистов, имеющих профильное образование в нефтегазовой отрасли.